Приветствую вас, друзья! Сегодня классное, яркое, солнечное утро. Перед этим пока не рад. Но лето началось и начался самое важное. Второй российский фестиваль Колбачадо. Сейчас я вас проведу по всем зачаткам и расскажу, что происходит, почему столько гостей в Пермь встречает второй раз, и почему это событие уникально. Пошли! Дорогие друзья, мы дошли до соревнований чертежных, объясняя правила вкратце. Вашему вниманию предоставлено поле. На поле нанесены цветные кругляшки. Робот во время своего движения будет соединять их в черные линии. Линию до последнего момента команды не знают. Они узнают только участвуя в соревнованиях. Но поле известно, размеры кругляшков известны. Соответственно, мы можем дома подготовиться. Вот насколько мы хорошо подготовились, здесь мы и увидим. Далее робофутбол. Это очень активная такая стратегия, где с помощью телефонов и роботов-исполнителей дети должны забить гол. Опять же, это командная игра. Соответственно, мы здесь развиваем не только техническое творчество, а еще и софт-скиллз, умение работать в команде, умение организовать команду, навыки коммуникации. Это касается всех соревнований, которые вы сегодня увидите. Чтобы дети были не только внутри робототехники, процессов, есть соревнования Lego Battle. Это очень интересный вид подачи конструирования, через соревновательную деятельность. Очень много приходится импровизировать и выполнять различные задания. Также для детей постарше соревнования RoboStart. Тут уже нужно собирать более сложных роботов, уже программировать немножко на другом языке программирования, проходить испытания. С точки зрения визуализации, это самые интересные именно соревнования, когда ты наблюдаешь со стороны зрителя. Но достаточно сложно, когда ты находишься со стороны участника. А вот такие соревнования представлены. Опять же, кроме соревновательной деятельности, на втором всероссийском фестивале RoboChado вы можете посетить интерактивные площадки, которые презентуют образовательные учреждения города. Такие как техносказки, танцы роботов, арт-мастерская и 3D-моделирование. Это очень интересные площадки, которые показывают практическую часть деятельности учреждений в техническом творчестве и почему оно столь популярно в Пермском крае. Если вы думаете, что на интерактивных площадках соревнованиях форум заканчивается, то вы ошибаетесь. Ведь руководители школ, руководители детских садов, их заместители могут посетить симпозиум, а после этого дискуссионные площадки. Соответственно, все вопросы мы можем решить здесь и сейчас. Ведь, как и деятельность пермских учреждений, этот форум практикоориентирован. После того, как он заканчивается, вы должны приехать в свое учреждение, и у вас будет желание что-то поменять в лучшую сторону. Итак, друзья, это был краткий обзор второго всероссийского форума RoboChado и приглашения на третий. Мы вкратце показали видеоряд, который мотивирует вас, я уверен, посетить третий форум, который состоится в 2023 году. Совсем немножко осталось, поэтому уже покупайте билеты, бронируйте и до встречи в Перми. Всего доброго, пока! Редактор субтитров А.Семкин